уважаемые коллеги добрый день хотела спросить слышно ли меня и все в порядке давайте пока у нас идет видимо подключение других коллег чату хотела вас спросить пока мы знакомимся из каких у всех городов и какая у нас сегодня аудитория нам поможет сориентироваться в ответах на вопросы и соответственно лучше подсказать как нам дальше действовать отлично вижу из великого новгорода так из казахстана есть тоже отлично будущий так прекрасно москва воронеж хорошо да ну я думаю что мы постепенно будем начинать меня зовут анастасия сергейная академический руководитель программы международные отношения сегодня у нас с вами будет такая кулуарная встреча практически которая посвящена будет именно нашей программе и мы с вами сможем откровенно обсудить все вопросы первая часть будет связана с тем что с моей презентации в первую очередь так как академического руководителя и затем во второй части программы вы сможете уже побеседовать со студентами они у нас здесь тоже присутствует более того вам сегодня особенно повезло потому что у вас в чате будет еще председатель студенческого совета алексей батищев здесь и а он тоже является студентом нашей программы тимофей картин я тоже уже вижу в чате а и соответственно елизавета падеева это те студенты которые с радостью ответить на ваши вопросы а смогут рассказать преподаватели например и про какие-то сюжеты которые вы постесняетесь спросить меня значит я предлагаю начать с небольшого разговора о факультете в первую очередь у нас неделю назад был день открытых дверей поэтому я решила собственно с этой презентации частично начать в первую очередь чтобы вы понимали куда вы приходите да и это еще важно с точки зрения общей инфраструктуры потому что когда вы выбираете программу очень важно понимать не только набор дисциплин который дает вам программы но и вообще как устроена инфраструктура университета данном случае в школе экономики и соответственно как работает факультет наш факультет появился в 2002 году соответственно ему в этом году исполняется 20 лет и это тоже для вас такой дополнительный бонус потому что в юбилейные годы как вы наверное знаете и понимаете очень много планируется интересных мероприятий у нас в ближайшее время сейчас будет день рождения факультета мы отмечаем в апреле и соответственно другие интересные события разные будут происходить в том числе и с сентября я думаю это еще растянется этот период а когда некоторые из вас наверное решат все таки продолжить обучение у нас что у нас какие программы нас целым представлена это мировая экономика международные отношения это флагманский программа с которых по сути началась в культе первая программа была по мировой экономике и международные отношения первые два года называли зарубежная регионов визит но вот я как раз свое время поступала на первый набор программ международные отношения в 2008 год соответственно программа уже существует довольно давно и поэтому мы можем уже авторитетно о ней рассказывать и о ее достижениях, и о текущем ее наполнении. Ну и, соответственно, здесь вы тоже можете увидеть ряд других интересных тоже программ, стыковедение, программы двух дипломов и так далее. Почему я решила начать разговор именно с факультета? Дело в том, что один из базовых принципов, которые у нас есть на факультете, это так называемая бесшовность. Что это означает? Это означает, что несмотря на такое формальное разделение, что есть международные отношения, мировая экономика и другие программы, они увязаны между собой и, в общем-то, есть возможность ходить и на отдельные предметы, совместно учиться, и выбирать проекты, общаться с преподавателями, которые специализируются на другом профиле. И это тоже дает определенную гибкость нашим студентам, в том числе в плане накопления связей и знаний. Мы видим, как динамично меняется в современной мире. Вот наш факультет, который очень тесно взаимосвязанно между собой, позволяет эти все знания набирать. Ну и здесь вы тоже можете увидеть некоторую информацию о количестве преподавателей, исследователей и, соответственно, наших студентов и выпускников. Что важно, действительно, факультет довольно активно продвигает исследования, и вот особенно в части международных отношений вы наверняка по телевидению и в телеграм-каналах и в других средствах массовой информации новых медиа могли услышать наших экспертов или прочитать их мнения и оценки. Вот как раз такая работа позволяет добиться наибольшего качества преподавания, и, соответственно, те преподаватели, которые ведут у наших студентов занятия, они, в общем-то, очень высокой квалификации, и у студентов есть возможность задать вопросы представителям экспертного сообщества, которые глубоко знают эту повестку, много лет занимаются страной или регионом, в который они комментируют отношения, и, в общем-то, есть активное взаимодействие с органами государственной власти, и, в том числе, наши эксперты готовят аналитику для Министерства иностранных дел, для администрации президента и для разных других ведомств, то есть в этом смысле у студентов есть возможность такого высокого уровня доступа к самой высокой экспертизе. Ну и немного по преподавательскому составу. У нас в этом году, уже в прошлом, в 2021, сменился декан, это теперь Анастасия Борисовна Лихачева, и сейчас обсуждаются тоже планы по внедрению ее курсов в преподавание. Она была директором исследовательского центра, который значительно вырос в эпоху пандемии, я вот как раз под ее руководством работала, поэтому мы ожидаем, конечно, нового прилива сил и энергии в международные отношения и освоение новых горизонтов. Соответственно, Сергей Александрович Караганов, которого, может быть, вы тоже знаете, слышали из передач по международным отношениям, он остается нашим научным руководителем и тоже очень активно нашу программу поддерживает. Научным руководителем нашей специализации является Федор Александрович Лукьянов. Опять же, наверняка, если вы следите за международной повесткой, вы могли его видеть в разговоре с Владимиром Владимировичем Путиным на Балтайе, читать его комментарии, в том числе, в зарубежных СМИ. Он у нас ведет на втором курсе одну из дисциплин и, в общем-то, тоже есть возможность с ним пообщаться, задать вопросы и, соответственно, у него поучиться. Я знаю, что некоторые студенты, видимо, особенно талантливы и активны, у него даже пишут курсовые и ВКР. Не могу сказать, что их много, но, по крайней мере, такая возможность есть. Также среди других экспертов, ну, на самом деле, их можно долго перечислять. Ну, вот если сейчас Китай у нас в тренде, часто обсуждается, у нас, на самом деле, очень сильная школа китоведения на факультете образовалась. И, в общем-то, один из таких ведущих специалистов, это Василий Борисович Кашин, он сейчас возглавляет у нас исследовательский центр. Ну, и есть много других. Например, Александр Владимирович Лукин, который руководитель департамента международных отношений, он тоже очень известный китаист, у которого тоже большое количество связей в сообществе научном. И это, конечно, большой актив нашего факультета. Ну, и здесь тоже есть специалисты в мировой экономике и так далее. Мы сейчас, наверное, на этом подробнее останавливаться не будем. Если у Вас будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Значит, сейчас, одну секунду. Не та версия презентации загрузилась почему-то. Значит, и то, что касается программы международные отношения, мы теперь поговорим о ней более подробно. Что хочется сказать? Ну, в первую очередь хочется назвать преимущества программы, которые будут характерны для Вашего набора, то есть для набора 2022-2023 года. У нас появилось довольно много позитивных изменений, как раз-таки специально для Вас. Во-первых, у нас добавилось 5 бюджетных мест, что немаловажно и, в общем-то, отражает многолетний спрос на нашу программу. Руководство Школы экономики нам пошло навстречу в этом смысле. И вот такая линейка бюджетных мест расширилась. Их теперь будет 45. Также у нас добавился еще один выборный предмет в вступительный экзамен. Но об этом я скажу чуть позже в блоке про поступление. Еще хотелось бы назвать, ну, в первую очередь, то, что мы серьезно переработали программу. Это, в принципе, работа, видимо, велась еще с осенью 2021 года, потому что уже тогда, в принципе, было понятно, что международные отношения переформатируются, то есть там появляется более серьезный запрос на понимание технологий, например, того, как работают экономические санкции и так далее. И еще вот с того момента мы вели активное переосмысление того, как программа должна быть выстроена, чтобы наших студентов и будущих выпускников, которые пойдут на рынок труда, были самые актуальные и востребованные знания на рынке. Ну, и, соответственно, вот мы активно нашу программу пересмотрели в качестве основного результата. Ну, во-первых, у нас обновилась программа по английскому языку. Она реализуется вместе с... Так же, как и другие восточные языки, она будет реализовываться вместе с программой «Мировая экономика». И для первых двух лет обучения она называется «English for International Studies». То есть это именно профессиональный английский язык. Мы затачиваем студентов сразу на профессиональную лексику, начиная с первого курса, поскольку к нам вступают обычно ребята с очень высокими баллами. И мы решили, что как раз-таки сплав мировой экономики международных отношений должен быть отражен сразу уже с момента обучения. Далее, ну, тоже из важных моментов – это добавление тоже новых предметов. Ну, вот, как я уже сказала, будет связка с изучением санкций, с более такой интерактивной подачей материала, чтобы была прикладная составляющая и в плане переговоров, в плане решения кейсов. То есть эти моменты у нас будут в программе отражены и появляться. Ну, и, соответственно, по программе мы, наверное, чуть позже поговорим. Значит, из основных преимуществ, которые у нас существуют довольно много лет и которые для нашей программы являются традиционными, мы стараемся подходить к обучению гибко, и так, чтобы наши студенты имели максимум возможностей и выбрать то, что они действительно хотят изучать. Это, в общем-то, и политика университета, как вы, наверное, знаете, если вы изучали инфраструктуру высшей школы экономики, то есть у нас ориентация большая на индивидуальные учебные траектории, на то, чтобы студент выбирал осознанно тот набор дисциплин, с которым он хочет пойти дальше в жизнь. Вот к этому относится, например, выбор языка. Если вы слушали о программе международных отношений в других вузах, скорее всего, там выбор языка остается именно за вузом, то есть он распределяется по квотам. У нас, в принципе, определенный квот существует, но, как правило, они не жесткие, и, в общем-то, большинство студентов в итоге изучают именно тот язык, на который они изначально нацеливались, то есть могут быть ограничения, связанные с большим спросом, например, тогда выбираются по рейтингу, но по большому счету его можно, все равно язык можно выбрать при поступлении уже на программу. Что еще важно? У нас есть дисциплины на английском языке непосредственно. Это тоже важный такой элемент освоения материала, набора профессиональной лексики, в общем-то, интеграции в международное профессиональное сообщество. Также у нас сохраняется принцип междисциплинарности. Очень многие дисциплины изучаются совместно с программой «Мировая экономика», но, в частности, это предмет специализации, о которых я чуть позже расскажу. Это очень важно и очень помогает в нашем быстро меняющемся мире ориентироваться. То, что касается дисциплин, которые мы изучаем, ну, программу можно поделить, на самом деле, на несколько блоков, так будет проще сориентироваться, из чего она состоит. Первые два года будут, ну, особенно вот для набора 22-23 года и далее, будут посвящены такому базовому классическому образованию в сфере международных отношений. Такие предметы вы можете найти на многих программах по международным отношениям и других вузах. То есть, в первую очередь, это то, что касается истории. Это история внешней политики России, история международных отношений и политической экономической истории. То есть, это тот базис, который позволяет вам понять логику процессов в международных отношениях и, собственно, затем проводить аналогию, ну, и, в принципе, понять даже дальше, как система международных отношений выстроена, как выбрать страну для изучения. То есть, это такой общий бэкграунд. То же самое касается таких дисциплин, как международное право, да, в принципе, понимание законов и логики работы современного мира. Ну, и, соответственно, теория международных отношений – это некая такая теоретическая призна, да, которая нам дает понимание законов международных отношений и того, как эта система устроена. Ну, еще есть ряд дисциплин общего профиля, например, такие, как мировая культура. Понятно, что люди, которые взаимодействуют с международной поездкой, должны быть очень хорошо эрудированы, да. Вот, по сути, первый и второй курс – это момент, когда вы эту эрудицию набираете. Мы обращаем большое внимание на экономические дисциплины. Во-первых, потому что, ну, наш опыт показывает, что это очень удачная связка, и, в общем-то, очень многие выпускники находят работу именно на стыке с предметами по мировой экономике и регулируют. То есть, это может быть даже иногда не такое сильное погружение в экономические процессы, но там координация, управление проектами. А если это компании, то действительно, ну, вот как, например, в Росатоме есть подразделение такое, Россервис называется, у них, например, есть проекты, управление проектами, да, и там продажные истории, вот как раз которые, где наши специалисты тоже могут быть потенциально востребованы. Поэтому мы базу по экономике даем, и даже если мы говорим о международных организациях, там тоже есть блоки, которые связаны именно с экономическим регулированием. Ну, как мне кажется, для нашей страны сейчас это будет направление еще более важное, чем раньше, именно тоже в контексте международных связей с разными регионами мира, поскольку понятно, что есть определенный собственный запас прочности, но если есть директорные хорошие международные связи, то, конечно, нам это будет очень сильно помогать, и я думаю, что такие специалисты будут в нашей стране в ближайшее время очень востребованы. То, что касается блока профессиональных дисциплин, здесь вот небольшой будет дисклеймер, да, как вообще выстроены специализации и, скажем так, узкие специализации в международных отношениях. По большому счету они могут происходить либо по сфере изучения, это, например, кибербезопасность, терроризм или там водная безопасность, какая-то проблема, которую вы можете изучать в разных странах и с разных сторон, да. Либо второй момент – это, соответственно, выбор страны для специализации изучения. Как правило, международники совмещают оба аспекта. Это еще связано с тем, что у нас есть выбор иностранных языков. Мне кажется, я его не озвучила, но у нас пока, соответственно, языков 8 остается, да. Это из 5 западных языков, ну, европейских языков правильных мы называем, но хотя на самом деле тот же французский, он используется не только во Франции, как мы знаем, и та же история с испанским. Ну, помимо этих двух, у нас есть еще и итальянский, немецкий и португальский. Кстати говоря, в текущих реалиях, может быть, на португальский стоит обратить тоже особое внимание, потому что как раз роль Бразилии, я думаю, и вообще такой группировки института, как BRICS, да, такой площадки, ее правильно назвать, она не института, у нее устава нет, да, но вот такой площадки как BRICS, она, наверное, тоже у нас будет возрастать, и в этом смысле португальский язык тоже приобретает новое значение в текущих условиях. То, что касается именно предметов, с помощью которых мы можем вот эту профильную специализацию закреплять, да, это частично, соответственно, предметы, которые связаны с коммуникацией в той или иной форме, да, это информационный аспект международных отношений, стратегии, практика переговоров, то есть это то, что связано с коммуникацией в широком смысле. Есть предметы, которые именно направлены на уже работу с информацией, например, основу анализа данных в международных отношениях, есть предметы такого общего профиля, например, там, современные международные отношения России в евразийском политическом пространстве, введение в политическую науку и так далее. То есть такие предметы позволяют выбрать фокус. На самом деле там будет более широкая линейка, я буду ее на годе в апреле скорее представлять, потому что мы сейчас проходим финальные стадии согласования нашего учебного плана на следующий учебный год, и здесь я привела только некоторые примеры. Ну и, соответственно, потом они у вас появятся на сайте, и с ними можно будет ознакомиться тоже перед тем, как вы будете принимать решение о поступлении. Если обобщать тоже специализации, то, в принципе, можно сказать, что вот эти предметы профильно разделены на три блока. То есть это международная безопасность, то, что связано с разными моментами международной безопасности, с экономическими аспектами и, соответственно, с коммуникационными, то есть это работа с информацией, разные гуманитарные связи, переговоры и так далее. На чем еще хочется остановиться? Ну, во-первых, получить прикладные знания позволяет так называемая проектная работа. Это не придумка нашего факультета, это общая часть момент для высшей школы экономики, но, безусловно, это важная часть обучения студентов нашего факультета, то есть проектная работа, вот такие прикладные сюжеты внедрены в учебный план, и студент может самостоятельно в течение разных лет обучения выбирать те проекты, те инициативы, в которых он хочет поучаствовать. В принципе, это могут быть совершенно разные проекты по международным отношениям, и на самом деле не всегда по международным отношениям, но, допустим, это может быть организация форумов, то есть такого рода бывают проекты, и студенческие инициативы часто приобретают форму таких проектов. Значит, бывают проекты, которые инициируются преподавателем, это исследовательские такие уже составляющие, ну и, соответственно, немного тоже расскажу о майнерах. Майнер — это, грубо говоря, подспециальность, которую вы выбираете в течение обучения, то есть ваша основная специальность будет международное отношение, а майнер — это дополнительная специальность, которую вы получаете со второго по четвертый курс. В принципе, при этом майнера тоже можно менять, если вы понимаете, что у вас исследовательские интересы изменились. Например, есть такой майнер, как мировая экономика, или просто экономика, но не очень востребованная, как правило, есть там по социологии, даже по психологии и так далее. То есть если вы на момент поступления, кстати говоря, сомневаетесь, какой трек вам выбрать, вот обучение в высшей школе экономики на нашей программе позволяет такое сочетание интересов в себе организовать. На это я бы тоже обратила внимание. Ну и, соответственно, страновая специализация распределяется по изучаемым языкам, мне кажется, я не называла восточный, из восточных у нас китайский, арабский и японский. Соответственно, страновая специализация, что это такое? Это дисциплина, которая ведется целиком весь третий курс. Она разделена на два блока — экономика и политика. Ну и, соответственно, далее идет изучаемая страна. Как правило, там выбор по языку, то есть экономика, политика Китая. У нас Япония и страны Юго-осточной Азии объединены в один блог. Кстати, тоже сейчас к ним довольно большой интерес, именно к тому, как устроена экономика страны Юго-осточной Азии. У нас со следующего года добавится специализация по Индии. Тоже, в принципе, такое важное нововведение. Ну, Латинская Америка есть, европейские страны, в принципе, представленные по языкам все, то есть Испания, Германия, Франция и так далее. И можно изучать информацию, которая, соответственно, по этому языку представлена. Важный момент, который интересует, естественно, многих абитуриентов и родителей, студентов и, в принципе, молодых специалистов, это, безусловно, трудоустройство и вообще возможности для реализации. Здесь я хотела бы отметить два сюжета. Во-первых, наши факультеты, наши программы в частности, будут, ну, и уже начали ориентироваться на прикладные проекты внешние с работодателями. Вот я упомянула до этого проектную работу. Мы проекты с внешними экспертами тоже делаем. Это отчасти возможность закрепить контакты на будущее и, соответственно, проходить практику. Вот, например, я в этом году запускала проект с своей однокурсницей. Она сейчас работает в МИДе, и мы делали проект по продвижению российских экономических интересов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы приглашали туда сотрудников Министерства экономического развития, Министерства иностранных дел и многих других. Вот у нас 2 апреля в 10 утра планируется встреча с представителем и с сотрудником торгового представительства в Сеуле. В принципе, там будет открытая регистрация. Если интересно, можете подключиться, послушать. Мы, по крайней мере, надеемся на очень интересное обсуждение. Ну, и, соответственно, вот иногда те эксперты, которые приходят, в частности, там, из Минэкономразвития, когда к нам приходили, они приглашают студентов на практику. Я знаю, что некоторые свои заявления туда подали уже самостоятельно. То есть такие, в общем-то, моменты у нас бывают, и мы надеемся эту сеть контактов продолжать и расширять. Если переходить именно к поддипломной практике, то это обязательный элемент учебного процесса. Она у нас сейчас закреплена на четвертом курсе в апреле. И здесь студенты проходят практику в довольно широком спектре организаций. Их можно разделить, по сути, на отдельные направления. Например, есть направление государственной службы, то есть это Совет Федерации, например, управление по внешним связям. Это может быть как раз-таки Минэкономразвитие. Там, кстати говоря, вот это не всегда афишируется, но там есть интересные проекты, в частности, связанные с зеленой повесткой, регулированием климата и так далее. То есть это не только МИД делает, не только МИД это продвигает, но и другие наши министерства. Соответственно, Минпромторг тоже есть среди тех министерств, с которыми мы активно взаимодействуем. Далее есть блок, который касается международных компаний. В принципе, мы их отдельно сейчас не выделяли, поскольку их... Ну, во-первых, их довольно много. Во-вторых, сейчас по понятным причинам мы пока еще до конца финальный список, скорее всего, представить не сможем. Но по большей части у нас все равно студенты остались на практике в тех местах, которые они себе запланировали. И, в общем-то, многие с четвертого курса уже начинают работать. То, что касается СМИ, в принципе, у нас выстроена линейка контактов. Дальше, возможно, практики в течение учебного года. Ну, в частности, вот в Russia Today нас приглашали, наших студентов. В Russia Beyond the Headlines есть такое издание. Оно больше по продвижению, можно сказать, мягкой силы российской. В общем, такие... Ну, то есть там можно стажировки проходить и на иностранных языках, поскольку они ведут именно на иностранном языке вещания. Спутник, он тоже на разных языках мира работает. Туда, в принципе, мы тоже с ними взаимодействуем. И там эксперты тоже наши интервью дают. В общем, такие контакты в целом есть. То, что касается международных организаций, у нас довольно активные связи с Евразией экономической комиссией. И там, ну, раньше до ковида проходили практику. Мы надеемся, вот в ковид они ее приостанавливали. Но, тем не менее, допустим, на форумы они приходили, их представители, научные исследования в листе. То есть в целом у нас с ними активная коммуникация есть. Мы планируем в ближайшее время мероприятие тоже. В принципе, если вы будете следить за группой нашей программы в социальных сетях, то вы сможете ко всем мероприятиям, которые там анонсируются, где есть регистрация, подключаться, познакомиться с факультетами, экспертами и так далее. То есть здесь, в общем-то, никаких ограничений нет. И, безусловно, еще из важных моментов – это аналитические научные структуры. То есть это перцентр, например, есть такой. Он занимается вопросами безопасности, такого ядерного издержания. В общем, профиль безопасности у него есть. Российский совет по международным делам, там наши студенты стажируются. Совет по внешней оборонной политике, ну и ряд других организаций. Значит, и теперь я хотела бы немного рассказать о поступлении. Как я уже сказала, у нас с этого года 45 бюджетных мест, 50 коммерческих и 25 мест для иностранных студентов. В верхней части слайда вы можете увидеть баллы минимальные для заключения договора на оплатной основе. Соответственно, у нас 4 экзамена. Я хотела бы обратить на это тоже внимание, потому что частые вопросы именно по поступлению связаны с профильными экзаменами. Это история, в первую очередь, русский язык и иностранный язык. И с этого года на выбор есть общество знаний или география. В принципе, как раз 4 экзамена, на наш взгляд, пока оптимальная схема, поскольку баллы довольно высокие. И вот такой набор предметов позволяет вам постраховаться и, в общем-то, потом активно участвовать в конкурсных отборах и в другие вузы. Поэтому мы здесь, в общем-то... Ну и, допустим, общество знаний, история и география – это базовые знания, которые вам пригодятся на первом-втором курсе, особенно и дальше уже во время вашего обучения, поскольку это та база и та сила, на которую мы рассчитываем уже у наших студентов. Баллы, которые для прохождения на бюджет представлены ниже, по прошлому году это было 380 тысяч 400, соответственно. Есть набор еще индивидуальных достижений, но, я думаю, мы уже можем его чуть позже обсудить. Для платного обучения предусмотрена система скидок. Стоимость обучения в 2022 году 580 тысяч рублей. Она закреплена и подниматься не будет. То есть это до... Она заранее определяется осенью до начала приемной кампании, и она сохранится. То, что касается системы скидок, соответственно, система скидок предусмотрена следующим образом. При поступлении у вас фиксируется скидка на первый год обучения, дальше она уже зависит от того, как вы реализуете себя во время обучения и какие у вас оценки. Ну, я лично знаю несколько случаев даже перехода на бюджет, когда студенты очень активно себя проявляли и учились. Здесь у вас есть возможность делать крышет как раз группы абитуриентов нашего факультета. И также вы можете найти группу программы международное отношение. Там можно, в принципе, почувствовать атмосферу, увидеть открытые мероприятия, сходить на них, задать вопрос студентам. В общем-то, мы открыты к общению в социальных сетях и будем рады вам подсказать ответы на те вопросы, которые у вас остаются. Ну, и небольшой бонус еще хотела озвучить. Если вдруг у нас присутствуют слушатели 9-10 классов, у нашей программы в факультете в целом есть важный проект, который называется «Школа будущего международника». Это проект, который мы подготовили специально для наших абитуриентов, для того, чтобы они смогли сделать... С одной стороны, чтобы они смогли познакомиться со специальностью, с нашим факультетом из программы обучения, и, соответственно, чтобы их выбор профессии был осознанным. У нас в школе нет такого предмета, как международное отношение. У нас есть только история иностранной языки и общество знания. Это то, что приближено более-менее. Поэтому у нас есть специальный проект. Более того, он уже несколько лет существует в онлайне. И, в общем-то, мы его запускали в онлайн даже до ковида. У нас еще, мне кажется, где-то с 18-го мы подключали слушателей из регионов и даже других стран. Поэтому такой формат сохранится, и можно будет в нем поучаствовать. С этого года за высокие достижения, за отличную учебу в школе будущего международника добавляется плюс два балла в личные достижения. То есть это такой дополнительный стимул там поучаствовать. Думаю, что на этом презентацию я буду общую завершать. И давайте тогда переходить, наверное, к вопросу. Так, сейчас, одну секунду. Так, коллеги, если... Да, по карьере, мне кажется, я ответила. Но могу еще, наверное, немного рассказать. На самом деле, есть еще один, пожалуй, важный момент, о котором можно послушать. Это зарубежная магистратура. Я знаю, что многие наши студенты и абитуриенты на нее тоже ориентируются. В принципе, такая возможность тоже есть. У нас наши студенты получают высокие баллы по международным экзаменам, по английскому языку и даже по другим, естественно, языкам. И был опыт, успешное поступление в зарубежную магистратуру, в том числе в ведущие в ГУЗУМИР и в СИАНСПО, например. И в Оксфорде у нас в магистратуре учились. Поэтому здесь такой трек тоже возможен, если вы его рассматриваете. Если, ну так, делить, да, по международным организациям, например, безусловно, там очень конкурентная среда, но, опять же, такие случаи тоже есть. То есть наши выпускники представлены в ВТО и в ООН, например, сейчас. Поэтому при определенном желании, напоре и действиях, в принципе, это тоже такая карьера возможна. Но про остальные треки я уже рассказала. Я думаю, что наших выпускников вы многих уже тоже знаете. Да. Скажите, пожалуйста, есть ли еще какие-то вопросы? Давайте я их пересмотрю. На всякий случай, может быть, я что-то пропустила. Да, Анна Сергеевна, слышно меня сейчас? Да, слышно. Да, я готов рассказать еще о студ-организациях и студенческом совете факультета. Да, раз вопросов нет, давайте я тогда передам слово Алексею, он расскажет о том, что можно делать на факультете помимо учебы. Помимо учебы, действительно, да, потому что есть много чего рассказать. Так, сейчас я тогда должен поделиться экраном, наверное. Сейчас делаем это. Алексей делится экраном. Хочу еще тоже сделать дисклеймер, что у нас присутствует еще сотрудник учебного офиса, начальник учебного офиса, Людмила Павловна Рябинок, поэтому ей тоже можно задать вопросы по особенностям учебного процессора. И у нас сразу все расскажет. Да, скажите, видно ли презентацию? Вам должно быть видно. Алексей, я думаю, что все отлично. Хорошо, хорошо. Ну, да, я готов рассказать о внеучебной жизни, о студенческих организациях и студсовете, по крайней мере, на нашем факультете. Вообще, в вышке очень активная внеучебная жизнь. У нас это заключается, да, в первую очередь, в огромной массе студенческих организаций. У нас они существуют по самым разным направлениям. Больше всего на нашем факультете, конечно, студенческих организаций, которые рассказывают о всем мире. Да, и здесь вы можете видеть ближневосточный клуб, здесь вы можете видеть китайский, японский, корейский, в правом нижнем углу французский. Есть и связанные с такими регионами, но уже по более таким, в более развлекательном ключе. Это вот го-клуб, неувший, можно увидеть. Что еще? Помимо вот таких региональных, да, клубов, когда вы можете увлекаться чем-то, вы можете в дополнение к тому, что изучать регион на парах, на каких-то курсах, вы можете еще развлекаться в более общем смысле. Вот у нас для этого есть студенческая организация Inside Out, например. И она занимается в основном тем, что устраивает несколько раз в год такие любопытные, очень развлекательные мероприятия. Несколько лет подряд организовывала посвящение для студентов, первокурсников. Есть и спортивные организации, в первую очередь, это клуб Гребли, вот вы можете видеть его в правом верхнем углу. Есть и новая студенческая организация, это йога-клуб вышки, Чандра. Вообще можно найти развлечение себе, на самом деле, на любой вкус и цвет, потому что все студенческие организации, они не исключительно факультетские, не исключительно для международных отношений, да, их великое множество. Но у нас вот такой прям конкретно факультетский колорит есть, когда интересующиеся студенты начинают какие-то свои инициативы, которые хотят рассказать побольше о том, чем сами занимаются, чем сами интересуются. Как можно к ним подключиться, вы можете спросить. Ну, можно написать их руководителям, пройти по ссылкам, которые мы даем в группах для абитуриентов, которые мы даем в группах наших программ международных отношений. Мы часто общаемся с ребятами из студорганизации или даже делимся какими-то материалами от них. Это один такой трек в неучебной жизни, очень популярный, и там можно весьма активно себя зарекомендовать, в том числе найти рабочий опыт себе. Можно научиться организовывать мероприятия, писать не только посты, но и серьезные, достаточно аналитические статьи, которые будут смотреть наши преподаватели. И вообще найти много себе новых знакомств, друзей, развлечения себе на будущие 4 года, что вы будете учиться. Это одно направление. И второе уже вот про меня конкретно, в том числе, я к нему совсем уже причастен, это студенческий совет. Я здесь расскажу про студенческий совет нашего факультета, хотя есть и большой студенческий совет, который действует на территории всей вышки. Что могу сказать про наш факультетский студсовет? Это выборный орган, и мы работаем таким буфером между студентами и преподавателями, сотрудниками факультета. Мы в первую очередь следим за тем, как соблюдаются права студентов, с чем им может быть нужна помощь, с чем они к нам обращаются, может быть, они предлагают нам какие-то интересные идеи, и мы всеми усилиями пытаемся их, конечно, реализовать. Здесь на слайде вы можете увидеть некоторые из них. Это открытие или содействие в открытии новых общественных пространств. Студенческий совет два года назад, например, очень помог администрации факультета с тем, чтобы обозначить, какие помещения нужны в новом корпусе. У нас есть теперь новый прекрасный корпус с позапрошлого года. Мы помогали его улучшать и понимать вообще, что туда надо, включать ли туда каворкинги, что в этих каворкингах должно быть. Мы обращаемся к администрации, помогаем студентам в решении и учебных вопросов тоже. Здесь мы помогаем студентам, представляем их на апелляциях. Мы помогаем с тем, чтобы определить свою образовательную траекторию, то есть, например, выбрать майнер, выбрать какой-то проект себе. Помимо этого, мы каждый раз входим в положение, когда к нам обращаются за материальной какой-то помощью, утверждением стипендий или даже психологической помощью. Мы либо сами голосуем по этому вопросу, предоставить ли кому-то, либо подсказываем, к кому можно обратиться всегда. Собираем мнение студентов по другим важным вопросам, например, формат обучения. А вообще работаем по всему, с чем нужна помощь студентам. В первую очередь, мы такой выборный орган, и мы на основе своей программы, на основе того, за что по нам голосуют, мы и работаем. Соответственно, у вас уже с первого курса есть возможность, если не принять участие в выборах, если вам это может быть страшно, или пока вы стесняетесь, то вы можете уже с первого курса работать, на самом деле, в студсовете, прийти и сказать, я хочу помочь. Мы, конечно, дадим вам работу и какие-то, возможно, интересные идеи, которые вы сможете реализовать. Поэтому, когда поступите, обращайтесь. Можете уже сейчас почитать про нас по QR-коду. Спасибо большое. Если будут вопросы, потом я с удовольствием отвечу. Алексей, спасибо огромное за очень такую емкую презентацию. Я от себя просто хотела добавить несколько моментов. Во-первых, действительно, мне кажется, наш факультет и вышка в целом – это одно из самых дружеских мест по отношению к студентам, и сильной стороной является то, что студенты действительно могут свои инициативы продвигать на факультете. Ну, я сама в свое время была автором нескольких таких инициатив, и я с удовольствием наблюдаю, как наши студенты это делают сейчас. По тому, как работают студенческие инициативы, очень часто это еще делается при поддержке преподавателей или при участии преподавателей. Ну, и там, кстати, бывают... То есть мероприятия бывают не просто иногда такого куларного студенческого общения, а вообще очень высокого уровня. Ну, в частности, Ближневосточный клуб курирует один из бывших послов, он у нас работает на факультете по региону Ближнего Востока, это Андрей Глебович Бакланов, и, соответственно, он... Ну, из посольства Израиля к нам приходили коллеги, то есть это мероприятие довольно высокого уровня, уже профессиональное, в общем-то, можно сказать. И для наших студентов, которые такие мероприятия организуют, это, безусловно, отличная практика, ну, и по другим регионам, по Латинской Америке, например, там примерно такой же уровень связи сохраняется. Более того, помимо таких постоянных студенческих инициатив бывают разные конкурсы на разовой основе, которые мы на факультете делаем. В частности, в этом учебном году у нас был набор в школу экспорта РЭЦ, российского экспортного центра, они проводят свои там турниры, кейс-чемпионаты, и команда нашего факультета, и нашей программы, в том числе, вот в таком турнире принимала участие. И, соответственно, здесь, ну, и летние школы и так далее. То есть все это, безусловно, присутствует и сохраняется. И что-то еще я хотела добавить? А, да. Ну, это больше вам на будущее. Небольшой дисклеймер по участию в студенческом совете по другим организациям. Безусловно, это еще очень хороший способ себе сделать резюме. Вот как раз студентка, которая у нас выступала и сейчас работает в ООН, она сказала, что при отборе и при собеседнике ей очень помог тот факт, что она, вот как раз будучи студенткой нашей программы в высшей школе экономики, курировала стацию «Диалог». Это стация, которая работала с Германией на тот момент. И как раз, ну, она была довольно большая, там был довольно большой тоже круг задачи, с которым ей приходилось взаимодействовать. Но вот именно, ну, и от других HR-ов, которые выступали на нашей программе, я тоже слышала, что ценятся работодателями, когда есть прикладный опыт в студенческих инициативах. Поэтому всячески их рекламирую, и мы приглашаем вас к участию. Давайте мы проверим тогда, есть ли какие-то вопросы еще в чате. Сейчас я вижу, что есть. Так, скидки лицея. Да, если вы обучались в лицее не уже, то у вас сохраняется скидка на весь период обучения. Вы подробнее можете узнать либо в лицее, либо в приемной комиссии, как это распределяется и, соответственно, как эту скидку получить. Ну, на нашем факультете действуют общие правила вышки. Мы здесь остаемся с ними в одной системе координат. Так, хорошо. Ну, коллеги, я тогда предлагаю, наверное, да, военные кафедры. Военные кафедры есть в высшей школе экономики. Наверное, вот, Тимофей, мне кажется, вы традиционно рассказываете очень хорошо про военную кафедру. Давайте я вам это интеллигирую. Так, да, хорошо. Меня слышно? Да, вас слышно. Да, военная кафедра у нас есть. Она начинается со второго курса и длится либо два года, это обучение на сержанта, либо три года, это обучение на офицера. И каждую неделю, один раз в неделю, выделяется день, в который как раз ребята, прошедшие отбор на военную кафедру, ходят заниматься. У остальных ребят обычно в этот день выходной. Вот. И чтобы попасть на военную кафедру, нужно сдать конкурс. Там есть бег на короткую дистанцию 100 метров, бег на длинную дистанцию 2 километра, подтягивания. И еще нужно пройти медкомиссию в своем фоенкомате. Вот. И зачисление идет по конкурсу. Ну, смотрят, конечно, еще на обучение, на успеваемость, но в большей степени смотрят вот на конкурс, на спортивные успехи, вот на эти три задания, которые я назвал. Ну, вообще, можете уже заниматься здоровым образом жизни и начинать ходить в спортзал, если коротко. Если вы еще этого не делаете. Хорошо, коллеги. Я думаю, что вроде бы я вопросов в чате не вижу. Если вдруг у вас есть еще вопросы, пожалуйста, задайте их. Если нет, тогда мы делаем, наверное, открываем нашу традиционную сессию. Это общение со студентами. Мне кажется, это самое ценное, на самом деле, что в неоткрытой двери есть, потому что информацию о программе можно взять с сайта, а вот такого эксклюзива, который вам сейчас расскажут, вы больше никак не получите. Поэтому я тогда уже буду, наверное, отключаться, и наши студенты нашей программы продолжат с вами общение, с удовольствием ответить на все вопросы, которые у вас остались, и которые вы еще не успели задать. Благодарю всех за внимание, и за вашу активность, и за ваши вопросы. Ждем вас на программе, и, соответственно, дальше уже оставляю вас на наших дорогих студентов. Хорошо, спасибо большое. Хорошего дня. Хорошего дня. Так, ребята, всем привет. Надеюсь, меня слышно. Там немножко, по-моему, залагало. Леш, слышно меня? Отлично слышно, отлично. Супер. Так, тогда я тоже себя немножко представлю. Меня зовут Тимофей Гардин. Я учусь на третьем курсе, являюсь помощником замдекана, куратором, веду социальные сети нашей программы. Потом у нас еще с нами есть Леша Батищев, который рассказывал вам про студорганизации, про студсовет. Он, как уже сказали, председатель студсовета, тоже был куратором, учится на четвертом курсе. С нами еще Лиза Фаддеева, первокурсница, тоже активная студентка, участвует в разных проектах. И еще к нам вот подключилась Катя Филимонова. Она прямо сейчас находится где-то на навигаторе. Поехала проводить тоже что-то вроде Дня открытых дверей. Да. Вот, поэтому, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите. Мы ответим вообще на все, что касается учебы, что касается внеучебной жизни. Насколько тяжело учиться, какие перспективы, как нам вообще тут... Любые вопросы, вы можете писать их в чат, пишите лучше их в чат, и мы на все обязательно ответим. Вот, потому что пока вопросов нет. Вот, мы ждем с нетерпением. Так, отлично, пошли вопросы. Так, давайте вот первый вопрос, с кем планируешь стать после выпуска. Я пока на третьем курсе, поэтому я этот вопрос переадресую Лёше Батищеву, который у нас уже скоро выпускается. Лёш, расскажи, пожалуйста. Да, смотрите, у меня много было сомнений за четыре года. Так, тут же нет у нас представителей, руководства выживательной программы, могу честно рассказывать. Было много сомнений, много разочарований, возможно, да. Ну, почему-то мне тоже казалось, когда я поступал, что и родители тоже говорили, что вот будешь дипломатом. На самом деле, ну, у нас нет, из нас не идут дипломаты, как правило. Только те, кто поступает в МГИМО, в магистратуру, да. Мне почему-то тоже на первом курсе казалось, что это, ну, так здорово как-то. Потом уже к третьему курсу у меня сложилось более впечатление, что, может быть, надо пойти в науку. Вот. С наукой тоже получалось не очень. Вот, по крайней мере, с теми научными работами, которые мы обязательно пишем вот в рамках курсовых дипломов, да. Тоже не всё это может оказаться крутым и интересным, но на самом деле опыт, он того стоит, написание. Ну, как бы, а потом уже делайте выводы сами, насколько вам это понравилось, интересно и так далее. Вот. Пока что у меня ожидания такие. Я вот иду на практику в аналитический центр Think Tank. Такие штуки называются. Вот. Посмотрим, что... Чем это отличается от той же дипломатии, аналитики... От той же дипломатии и науки. Что такое аналитика вообще в сфере международных отношений? Насколько она может быть полезна? Насколько она ценна? Вот. Какие ещё, вот, наверное, глубже отвечу на вопрос, куда в основном идут выпускники после того, как завершают? У нас, как правило, идут в консалтинг и вообще в бизнес, там, где у нас есть международные отделы, связи. Может быть, сейчас это не очень актуально, хотя, тем не менее, мне кажется, мы до сих пор продолжаем связи и с азиатскими государствами многими. И, в общем, загадывать пока рано, насколько это перспективно. Поэтому всё равно многие люди идут. Ещё идут в такой, ну, в российский бизнес непосредственно, опять же, да, как я назвал, консалтинг, по международным уже стандартам. Один из основных работодателей – это сам ВУЗ. Идут либо в какие-то структуры в вышке наверху, в, например, Центр по проектной деятельности студентов. Как это хотят развивать? В преподаватели идут, в администрацию факультета. Тоже популярное направление. В аналитику многие часто идут. И СМИ тоже из популярных идут. И в Ленту, и в РБК, и в Rush Today, и вообще в Агентство России сегодня глобально. В общем, самые разные. Самых разных политических взглядов в том числе. Вот такие интересные направления работы после выпуска. Да, спасибо большое за развернутый такой ответ. Так, давайте посмотрим, какие у нас дальше были вопросы. Стоимость обучения. Стоимость обучения 580 тысяч в год. Расскажите, пожалуйста, про общежитие. Так, ну это тоже больше, наверное, потому что в общежитии сейчас живет у нас тоже только Леша. Я жил в общежитии в Дубках на первом курсе. Ну, еще Катя. Катя, если ты хочешь, ты можешь тоже ответить. Катя живет в Екатеринбурге пока что эти выходные. Поэтому расскажу про общежитие я. Вот я надеюсь, что пока я рассказывал про студ-организации и про карьерное поступление, тут меня не перебивали соседи. Потому что сегодня они в воскресенье, у них выходной, они решили шуметь с утра. Кто стирает, кто болтает и так далее. Значит, смотрите. Что касается общежитий. У нас все студенты, которые поступают на бюджет, попадают в общежитие. Это касается зачастую и иностранных студентов тоже. Они попадают в общежитие. Из них, их, по-моему, 11, если я не ошибаюсь, плюс гостиница Севастополь. 11 общежитий, из них 8 и гостиница Севастополь находятся в Москве. И 3, 3 Лисник, 6 общежитие и студенческий городок Дубки находятся в городе Одинцово. Город Одинцово, это Московская область, 15 километров на запад от Москвы. Вот как условия жизни там обстоят. Это квартирный тип общежития. То есть это буквально 2 или 3 или 4-комнатные квартиры. По 3 и максимум по 4 человека в каждой из комнат. То есть максимум у вас будет где-то 12, вот не 16. Максимум 12 человек в одной квартире. Но у вас на эту одну квартиру 2, да, если это много человек, то у вас 2 санузла. У вас это одна достаточно просторная кухня. Вот, и у вас есть у каждого персональные шкафы, столы для занятий и так далее. Плюс у общежития есть своя, что-то все забылось. Плюс у общежития есть своя инфраструктура. Вот у каждого. Везде есть каворкинги и комнаты для занятий. Есть где-то спортзал, например, в Дубках, он существует, медпункт. Где-то в Дубках, например, в шестом общежитии есть, в том числе, кабинет психолога. Вот, и так далее и тому подобное. Где-то есть столовая, например, если самим готовить времени не хватает. В этой большой инфраструктуре, ну, вот какие могут быть недостатки? Ну, кто-то жалуется, например, что Дубки и шестое общежитие, и Перелисник, они далеко от Москвы. Но я скажу, что сейчас, когда открылись центральные диаметры, это время сильно сократилось. Было полтора часа, сейчас примерно час добираться. Вот, то есть примерно как с любого конца Москвы. Потому что электрички быстрые, метро с ними связано тесно. Короче говоря, времени на то, чтобы добраться от тех же Дубков, самого дальнего общежития, до корпуса, где я учусь. А это у нас Большая Ордынка 47, как правило, и Малая Ордынка 29 и 17. До корпуса от двери до двери буквально я добираюсь за час-десять минут. Это не так много. Вот, и часто это интересно, смотришь Москву и так далее. В общем, свои плюсы в этом тоже есть. Про платных студентов. Платные студенты по-разному находят себе места для заселения. Как правило, заселяют в ЖК Левел-Амурское. Это у нас метро Черкизовска. Красная ветка наверху справа. И другие еще. Есть платные варианты размещения в гостинице Севастополь. Это как раз метро Севастопольское. Там у нас цены разнятся, по-моему, от 10 до 30 тысяч рублей. В зависимости от того, живете вы с кем-то или живете один. Вот, что еще можно по этому сказать. Еще платные студенты могут найти себе квартиру с помощью вышки. Это система коливинг называется, когда несколько студентов обменяются в одну квартиру и с помощью вышки находят себе арендодателя. Потому что, ну, вышка здесь дает гарантию, что это студенты нормальные, законопослушные, с ними все будет хорошо, они ничего не сломают и не украдут. И так далее. Вот, такие системы размещения вышки есть. Я сейчас найду ссылку, где у нас подробнее можно про это почитать, потому что есть отдельный раздел на сайте. Сейчас найду. Так, все, хорошо, Леша, спасибо. Пока пойдем к следующим вопросам. Насколько возможно совмещать работу и учебу? Ну, смотрите, я, например, работаю с первого курса. Вообще, и на первом курсе, конечно, это тяжеловато, потому что на первом курсе самая такая основная нагрузка, большая, очень много пар, почти 6 дней в неделю. Вот, поэтому на первом курсе, может быть, немного тяжело совмещать, но, тем не менее, у меня получалось. На втором курсе, когда уже к учебе привык, и, в принципе, пар поменьше становится, как бы и возможностей для работы тоже становится больше, больше свободного времени. Многие ребята, ну, я, например, работаю в большей степени онлайн, вот, поэтому совмещать даже на первом курсе с онлайн работой очень просто. Кто-то уже работает на стажировках, они ходят и в офис, и, то есть, работу очень много студентов совмещают с учебой спокойно, при том, что вышка часто идет навстречу в этом смысле, поэтому тут обычно проблем не бывает. К тому же у нас некоторые ребята идут работать прямо в структуре вышки. Например, можно пойти, у нас есть Центр комплексных европейских и международных исследований, вот у нас там работают однокурсники. Мы работаем, например, в администрации тоже факультета. То есть, вариантов много, с этим проблем быть не должно. Можно тебе немного рассказать про вашу сдачу экзаменов при поступлении? Так, ну вот у нас из тех, кто совсем недавно поступал, это Лиза Фадеева. Она поступила на бюджет, поэтому, Лиз, расскажи свои недавние впечатления, пожалуйста. Да, всем привет еще раз. Я поступала, ну, вчера буквально, да, скажем так. Я сдавала из ЕГЭ общество знаний, историю, английский язык, русский язык, но при этом я писала очень много олимпиад, и у меня частично округлялось до 100, частично я поступала, как раз-таки, по результатам именно ЕГЭ. Например, у меня была олимпиада высшая проба по обществу знаний, первая степень. Это мне округлило результаты ЕГЭ по обществу знаний до сотки, аналогично и с историей. У меня была вторая степень по истории, по высшей пробе. Сейчас, насколько я знаю, они немного изменили олимпиады, и именно их влияние на поступление условно. Это же проба по обществу знаний, первая степень, это уже не 100 баллов, это автоматическое поступление на факультет. Единственное, что вам нужно сделать, это сдать ЕГЭ на 75 и выше, как раз-таки, по обществу знаний, соответственно, остальные предметы и их результаты не учитываются. И касательно других олимпиад, еще учитывается Российская Олимпиада школьников. Насколько вы знаете, это КВИ, автоматическое поступление. Если вы выиграли заключительный этап в СССР по географии, по истории или обществу знаний, про высшую пробу, учитывается первая степень общества знаний и истории. И другие олимпиады — это Олимпиады МГУшные, Хоманосов и СПБГУ. И у них аналогично учитывается история. И все остальные олимпиады, второстепенные, третистепенные, вы можете ознакомиться с ними в чате, скинула файл, где там все расписано. В основном они выдают вам 100 баллов за предмет, за ЕГЭ конкретно. Так, да, спасибо. Ну то есть действительно, помимо ЕГЭ, очень полезно и очень ценно все-таки участвовать в олимпиадах, потому что действительно у нас на программе много бюджетных мест занимают олимпиадники. Иногда даже приходится выделять дополнительные места за счет средств ШЭ, чтобы зачислить тех, кто поступает по ЕГЭ. Вот, поэтому действительно участвуйте в олимпиадах, если вы еще в 10 классе. И просто поступить в БВИ, да, то есть без вступительных испытаний гораздо проще, менее нервно. То есть я тоже вот, например, поступил по олимпиаде, по БВИ, хотя я бы и по ЕГЭ прошел. Но тем не менее, это действительно упрощает процесс, меньше нервов тратится летом. Поэтому действительно, если вы еще пока в 10 классе, обязательно рассматривайте олимпиаду. Так, идем дальше. Много ли предметов на английском языке? Ну, в принципе, достаточно. То есть я, честно говоря, не помню, сколько их было на первом курсе. И сейчас, я думаю, в этом случае меня дополнит Лиза. На втором курсе у нас был как минимум один предмет, это международная безопасность. Он полностью был на английском. На третьем курсе у нас есть разделение на специализации. И вот я, например, на специализации международной информационной и гуманитарной связи. И у меня тут целых два предмета сразу по медиа на английском языке. К тому же у нас сейчас есть международная политэкономия, тоже на английском языке реализовывается. Ну и не стоит забывать про то, что у нас, собственно, есть английский язык. И мы тоже занимаемся очень много. Плюс есть проекты, ряд которых реализовывается на английском языке. Вот, возможно, что-то будет на четвертом языке. Ой, на четвертом курсе тоже, на английском. Давайте мы сначала спросим у Лизы, что, может быть, было на английском на первом курсе. Потом спросим, что на четвертом. Вообще у нас и лекции, и семинары реализовываются именно на русском языке. Но у нас есть такая тема, что когда скидывает передаватель литературы к семинарам, то очень много источников именно на языке оригинала, на английском языке. Соответственно, когда вы их читаете, вы в том числе изучаете английский язык. Но именно общение с преподавателями идет на русском языке. Это сейчас, что дальше вот рассказал уже Тима на втором, третьем, четвертом курсах. Так, Леш, что можешь про четвертый тоже сказать еще? Про уровень английского сам по себе у преподавателей, или в целом про английский как предмет, как дисциплину? Нет, вообще на четвертом курсе есть что-то, что на английском преподается конкретно? Что на английском преподается вообще нет. Но от нас как данность требует, что мы знаем, что мы работаем с английскими статьями, что мы сами можем на языке писать. Вот примерно так. Да, а, и действительно на английском есть одна большая работа. Не будем забывать. В общем, чтобы показать, что вы владеете английским языком, и что вы готовы использовать его в том числе в научной среде, в третьем модуле в марте вы сдаете такую интересную работу, называется Research Proposal, предложение исследования. Это введение к вашей дипломной работе на английском языке. Вы формулируете цели, задачи работы, как и в любом введении, гипотезу вашего исследования, литературу, которую вы читали. Литература вся должна быть на английском, не более двух русских источников всего, в большом достаточно списке. В общем, так. И вы тем самым ее еще потом защищаете и показываете. Вы, кстати, диплом можете выбрать, написать на английском языке. Это уже из того, что если вам самим мало будет. Вот так. Да, то действительно я с ребятами соглашусь. У нас на любом предмете, даже если он реализовывается на русском языке, все равно требуется высокий уровень английского, потому что действительно очень много источников, которые мы изучаем и которые затем обсуждаем на семинарах даже, они на английском языке. Вот. Ну и как Леша тоже рассказал, Research Proposal на четвертом курсе мы тоже пишем на английском языке. Так, давайте пойдем пока дальше. Можете еще раз повторить балл для платного обучения суммарный. Так, смотрите. Там нужно сдать русский язык на 60 баллов минимум, иностранный язык на 70 баллов, историю 65 баллов и на выбор обществознания или география тоже на 65 баллов. Вот. Это минимальные баллы по четырем предметам для поступления на платное обучение. Так, про подработку мы уже отвечали. Какой уровень IELTS у ребят на первом курсе, не совсем понимаю вопрос, потому что мы сдаем IELTS, ну, точнее, называется у нас независимый экзамен по формату IELTS в конце второго курса, да? Вот. Ну, там у всех разного. Уже по-разному. С конца второго по конец третьего вы можете выбрать любой модуль, в котором вы будете сдавать независимый экзамен. Да, теперь есть свобода выбора в этом этаже. Да. Ну, возможно, это тоже пандемия внесла свои коррективы, потому что раньше было в конце второго курса все сдавали, но вот наш год, мой, мы сдавали в начале третьего курса, потому что нам вот как раз этот экзамен перенесли из пандемии. Так, проходной балл на бюджет. Проходной балл на бюджет каждый год разный. В прошлом году, точнее, в 21-м году он составил 380 баллов. Вот, то есть рассчитывать нужно... Давай я добавлю. Ну, давай, да, добавь тоже. Да, просто проходной балл на бюджет формируется летом, нет единого проходного бала, и мы можем пока что-то его запроводировать, к сожалению, потому что это такая вещь, которая каждый год совершенно непредсказуема. Но пока что мы ориентируемся на 380-390 баллов. То есть дальнейшие корректные баллы, они уже будут в подъемной компании, и выходной балл будет здесь идти только в августе. Но вот ориентировать на текущие баллы в диакционе 380-390. Так что противных баллов очень сложно. Но университеты, которые это делают, как бы вас не ориентируют. Поэтому это не те опаски, которые еще можно сказать, мы должны не создать. Так, хорошо, давайте пойдем дальше. Снова вопрос про Олимпиады. Какие Олимпиады учитываются при поступлении? Какие проценты скидка не дают? Давайте я еще раз повторю информацию, какие баллы дают БВИ. БВИ дает Всероссийская Олимпиада школьников, победу на заключительном этапе по истории, географии, обществознанию. Потом перечневые Олимпиады, высшая проба победителей по истории и обществознанию. А также Олимпиады Ломоносов и Олимпиады от СПБГУ, победители по истории, вот все эти ребята, они могут рассчитывать на поступление без вступительных экзаменов. Но тут надо понимать, что перечневые Олимпиады, они учитываются только, если вы их выиграли в 11 классе. То есть Олимпиады за 10 класс не учитываются. Ну и как тоже уже Лиза рассказала, Олимпиады, другие, которые в этом списке нет, и которые другого уровня, например, второго и третьего, они, как правило, дают просто 100 баллов. То есть, допустим, вы набрали по предмету 94 балла, и вы эту Олимпиаду в приемной комиссии показываете, и вам просто округляют балл по предмету до 100. То есть это так работает. Это еще про скидки? Да, давай, я как раз тебе хотел слово дать, про скидки от Олимпиад. Смотрите, скидки для Олимпиадников есть 70%-25%, такие скидки ДГД, что-то. Максимальную скидку 6% вы можете получить, если вы победили в высшей пробе, по предметам, которые не входят в перечень именно обор науки, но которые котируются на вашем тюрьме. Слово говоря, там, история бюро в цивилизации, которая не дает выявить, которая учитывается при поступлении. И если вы победите в высшей пробе по такому предмету, если он не входит, то есть не просто призер, а победитель, то вы можете получить скидку по оплате первого года обучения на 100%. Соответственно, 50% это для участия в заключительном этапе в среде олимпиадных школьников и для победителей тех олимпиад и призеров тех олимпиад первого уровня, которые не дают ГВИ, но входят в горячий номер науки. И 20% это для тех, кто победил, либо стал призером на оригинальном этапе сероса, но не пошел на заключенный этап, либо же, если вы участвовали в заключительном этапе высшей пробы, но не добрали от 1 до 10 баллов. В таком случае, вам на 1-й год обучение дается скидка в 25% и все эти скидки вы можете сохранить на весь период обучения, если вы будете учиться по 50-балльной школьникам на 4,5, по 10-балльной на 6,10. Если вы получаете более двух оценок удовлетворительных либо пересдачей, ваша скидка автоматически кинуется, но чаще только придется зарабатывать по новой по системе рейтинга, в этом случае она уже будет у вас непостоянной. Так, да, спасибо большое. Пойдем дальше. Вот, очень любимый всеми вопрос. В чем отличие, мол, в вышке, МГИМО и МГУ? Я могу, наверное, начать, в чем отличие международных отношений вышки и МГИМО. Но в первую очередь тоже, по-моему, Леша уже сегодня про это говорил, что если вы хотите стать именно дипломатом, пойти потом в МИД или подобные структуры, то, конечно, надо идти в МГИМО. МГИМО готовят именно дипломатов. А на международных отношениях в высшей школе экономики готовят международников немного другого формата, так скажем. То есть у нас больше аналитических дисциплин. То есть у нас потом выходят аналитики, которые идут в разные мозговые центры или просто в какие-то международные компании. То есть у нас тоже очень много экономики, очень много аналитики. То есть на рынке труда выпускники международных отношений и вышки действительно востребованы. В чем отличие от МГУ? Честно, в этом случае тоже не знаю, что даже сказать. Может, Леша, ты что-нибудь знаешь про МГУ? Я только знаю, что у них там есть этот институт ИСАА, институт стран Азии и Африки, по-моему, вот там. Ну, не обязательно там. Чаще всего международные отношения, как вообще программа подготовки, она реализуется на факультете мировой политики МГУ. Да, да, мы пошли. Да. Программа похожа, действительно, но у нас в чем отличие? У нас один язык меньше, мы не изучаем датский, вот почему-то. Но у нас зато по желанию можно выбрать корейский. Кстати говоря, у нас один восточный язык добавляется при желании студентов. Вообще, как бы для тех, кто с вышкой не очень знакомы с нашей системой, у нас можно, в общем-то, заказать себе курс. Вот. Если возникнет много желающих, например, на какой-то дополнительный научный седневный детский семинар или на то, чтобы изучать другой язык, можно сформировать. Если это группа больше 15 студентов, то назначится преподаватель, вам несут такие изменения в учебный план. Такого можно добиться, если действительно очень чего-то хотеть. Что касается не только языков, но и других специальностей. У нас есть треки, я, например, в отличие от Тим, учусь на международной безопасности, и у меня свой набор предметов. Я выхожу у специалистов не только в целом по каким-то гипотетическим международным отношениям, а у меня есть конкретные знания, по информационной безопасности, по военно-политическим аспектам, по кибербезопасности в том числе, и по тому, как взаимодействовать, например, с религиями, с террористами, и вообще антитеррористическую политику проводить. Вот, нас готовят по этому профилю. Плюс еще что можно добавить, у нас помимо того, что мы просто изучаем языки, и нам какой-то регион интересен, мы на третьем курсе, этот регион и на четвертом тоже, подробно изучаем. На третьем курсе мы проходим экономику и политику выбранного региона, причем необязательно брать именно регион, язык которого ты изучаешь сейчас. Я, например, учил и учу немецкий язык, продолжаю, но при этом регион у меня Ближний Восток, и поэтому я прохожу экономику и политику на четвертом курсе политическую историю этого региона. Вот, и помимо того, что мы учимся работать, изучаем политику и экономику выбранного региона, мы проходим также на третьем курсе научно-исследовательский семинар, посвященный проблемам нашего региона. У меня тот же был низ, как он называется сокращенно, по ключевым проблемам исследований Ближнего Востока. У кого-то был такой по Тихоокеанскому, да, по Азиатско-Тихоокеанскому региону, у кого-то по Северной Америке. Короче говоря, мы уточняем, и одна из наших ключевых особенностей, это то, что мы можем расширять нашу траекторию, что мы можем делать выбор, да, безопасность, сотрудничество или гуманитарные связы. Один регион и другой. И там, где мы выбираем, мы, ну, точнее, не мы, а нас готовят, да, достаточно на таком подробном уровне. Да, ну, то есть у нас действительно... Еще два слова МГИМО, можно сказать? Да, конечно. В МГИМО язык распределяет университет, и получается, вы его не выбираете. Условно МГИМО есть достаточно много редких языков, условно, там, допустим, шведский или какой-нибудь хинди, и вы обязаны все время обучения МГИМО учить конкретно этот язык, и его изменить достаточно сложно. А у нас в Пышке вы самостоятельно выбираете язык и учите его. Да, действительно все так. Но вообще, Алис, вот расскажи, вот ты, возможно, выбирала между МГИМО, МГУ и Вышкой, почему вот именно международные отношения и Вышки так? На самом деле нет, потому что я училась в лицее при Пше. Ну, собственно, я как бы изначально из этого класса хотел именно в Вышку, именно нам же это отношение. Но у меня было много друзей, которые вот выбирали как раз таки между МГИМО и Вышкой школы экономики. Ну, на самом деле, в основном, насколько я знаю, все пошли в Вышку, именно кто МГИМО, что они рассказывают. Им нравятся языки, потому что МГИМО достаточно сложно учиться, но у них именно как раз таки огромный акцент делается в плане языков. Условно, им обещали там за два года выучить испанский на Ц1. Я не знаю, насколько это реально, нереально. Вот, но касательно Вышки, у нас, я думаю, что чуть широкопрофильнее факультет, именно в том плане, что у нас очень много разных специфических предметов и та же экономика, и право, и культура мировая. Вот, МГИМО, они конкретно специализируются, условно, там, на дипломатии и там учат язык и все, что связано с карьерой именно в Министерстве иностранных дел в дипломатии. Вот, и насколько я понимаю, что в Вышке чуть обширнее выбор именно следующего трека, и чем Вы планируете заниматься в своей жизни, работаете по специальности. Так, да, хорошо, на этот вопрос ответили, если хотите еще что-то услышать, то тоже дополняйте, задавайте дополнительные вопросы, все, будем отвечать. Вот, у нас дальше следующий вопрос, я его, наверное, переадресую Кате. Я являюсь гражданином Казахстана, 18 марта я сдал вступительные испытания и в сумме набрал 111 балл. После этого мне пришло сообщение о том, что я рекомендовал на зачисление на бюджет. Я не совсем понимаю данную формулировку. Я вхожу в список бюджетников или нет. Насколько я понимаю, если Вы рекомендованы, то у Вас, как бы, есть, да, действительно возможность поступить на бюджет, но для этого Вам все равно нужно подать документы. То есть, Вы пока не зачислены, потому что Вы еще документы не подали. Когда Вы подадите документы, тогда уже будет понятно, возможно, вот Катя сейчас поможет дополнить немного. На ответ? Я надеюсь, что Вы уже не начинали с того, потому что, если Вы уже нахожусь в список с тем, то рекомендованы вышки на бюджет, то просто вы подаете документы в свои, то есть, это разгад, все Ваши прокуратами. Катя, очень плохо слышно тебя, да, действительно. В общем, Дима все правильно сказал. Да, да, то есть, Вам просто нужно подавать документы. Вам там не в чате, а в разделе вопросы, я сейчас перекину, пока будем отвечать на следующий вопрос, почту, куда Вам стоит написать и уточнить этот момент. То есть, Вам там отправили почту, я просто перекину ее в чат, хорошо? Пока пойдем дальше. Вот, общежитие на сколько человек? Ну, по-моему, Леша отвечал, тут зависит от общежития, потому что, например, в Москве общежития, они коридорного типа в основном, вот, и там общая кухня на несколько комнат или на коридор, например, а общежития, которые в Одинцово, они квартирного типа и там зависят уже от квартир, в какой-то квартире три комнаты, в какой-то две, то есть, в среднем, по-моему, девять человек в квартире, Леша, ну, тоже расскажите на минуту немножко. Вот эксклюзив, показывай свою комнату в общежитии, вот моя... Рум-тур, Рум-тур, легкий, да, так у меня проводной интернет, поэтому вот вторая и третья кровати. Вот, это вот так, у нас таких комнат в квартире три, есть два санузла, это уж один, правда, вот, при этом, как бы, у нас на каждую квартиру, да, одна кухня, два санузла. Ты уже рассказывал, что еще у нас по подмосковным общежитиям? Действительно, там квартирный тип, не более, вот, 12 человек, три комнаты по четыре человека, это у нас шестое общежитие, такая там ситуация. Вот, это самый максимум, но при этом там уже два тогда полноценных пульсанузла, с душем в каждом. Вот, что еще можно сказать по этому вопросу? Кухня одна на квартиру, вот, в московских общежитиях, а там, где, в подмосковных, а в московских конкретно, даже если кухня на несколько комнат таких получается, то чаще всего это либо половина этажа, либо один этаж, но при этом там много конфорок, много плит и так далее, микроволновок и столов с тем, чтобы можно было что-то поесть. Вот так. Так, Давайте пройдем пока дальше. Расскажите, пожалуйста, сколько в среднем пар в день? Ну, давайте начнем с первого курса, вот с самых свежих впечатлений. Лиза уже ответила в чате, но, может, она сейчас поподробно немножко расскажет, сколько пар на первом курсе. У нас очень плавающее расписание, оно варьируется в зависимости от предметов, потому что, условно, вот сейчас с сентября по декабрь у нас в число предметов входило введение международных отношений, английский, ну, у меня второй язык был, французский, математика, экономика и, собственно, все. И поэтому у нас словно там какой-нибудь вторник две пары, а в ту же субботу шесть лекций шло. Вот. И в том числе четверг, по-моему, был выходным. Сейчас все предметы изменились, потому что сейчас мы сдали уже на сессии, какие-то предметы уход, какие-то добавляются новые. И вот сейчас, что у меня, у меня выходных, в принципе, не завершено в воскресенье и минимальное количество семинаров в день. Это в четверг у нас одно МХК, насколько я помню, но при этом у нас все лекции в основном сводятся на субботу, и как раз таки в субботу мы учимся там с девяти утра до семи вечера. Это достаточно тяжело, но это интересно. И семинары часто разбавляют, например, у нас есть языковые дни, это понедельник и среда, и в эти дни у нас есть предметов, вот второй язык, у меня французский, две пары, и английский, и все. Все остальные предметы, другие семинары разбросаны в течение недели по другим дням, и все лекции в один день в основном. Но нужно сказать, что у нас сейчас все лекции идут в онлайне, и, насколько я знаю, с четвертого модуля обещали сделать все в аплайне, поэтому, возможно, все переделается, и их как-то разбросают в течение недели. Что будет, и не знаю, расписание очень плавающее достаточно. Да, но я могу еще рассказать про второй и третий курс, потому что, как я уже тоже говорил в начале, на втором и третьем курсе, ну, и на четвертом, если кто-то учится три года, есть военная кафедра. И, как правило, ну, военная кафедра, она один день в неделю, и, как правило, у всех в этот день просто нет других пар. То есть, если у вас в группе есть человек, который прошел на военную кафедру, то, вот, он в этот день идет учиться на военную кафедру, а вы в этот день отдыхаете, вам в этот день пар не ставят. Вот, то есть, например, у меня этот день среда, у меня по средам нет пар, потому что, вот, на третьем курсе у нас по средам военная кафедра. Четверг, как правило, день майнер, на третьем курсе, на втором курсе, по-моему, как раз-таки среда, день майнера. Так вот, в четверг день майнера, там тоже довольно несложно, потому что на четверг никакие другие пары, кроме майнера, ставить не могут. У меня вот две пары или три пары майнер, например, бывает по четвергам. У кого-то еще меньше, тут уже зависит от того майнера, который вы выбираете. По вторника у меня, например, семь пар. То есть, видите, нагрузка может быть совершенно ненормированная. Да, на субботу иногда могут новый старт пар ставить, а могут вообще не ставить на субботу пар. Вот, то есть, это просто к этому придется привыкнуть, что иногда расписание будет неудобное, иногда, наоборот, очень хорошее. Вот, Леша, поделись впечатлениями на четвертом курсе, как там с расписанием. По-разному, и в хорошем, и в плохом смысле тоже, на самом деле. Да, у нас такая тоже студенческая критика расписания пошла. Значит, что могу сказать? Я сейчас вообще здесь не только дело в том, что там по расписанию как-то по-разному ставится. Кстати, слово расписание, давайте так, с него все-таки начнем. У нас нет такого, что типа есть первая, вторая, третья смена, когда мы все приходим либо с утра, либо с часу дня. Да, потому что у нас есть семь временных слотов, там с 9.30 утра до 9 вечера. И вот куда поставят, туда поставят. Чаще всего работают все так, что как бы все пары для тебя идут подряд. Да, и когда языковые дни проводятся, и когда обычные пары проходят. Да, и когда майнеры и так далее, и тому подобное. Вот, но может быть по-разному, действительно. Там есть, например, групп больше, чем преподаватели, то у нас проходят, ну, тут бывают и окна, вот, на полтора часа, например, как минимум, да, на два. Вот так. А что касается вот нагрузки, ну, не знаю, у меня вот так получилось, мне повезло, например, на втором модуле у меня было пятница, это был выходной из-за того, что это военная кафедра, а на субботу просто не стояло пар, вот, или, по крайней мере, были дистанционные лекции. И у меня вот, помимо того, что в субботу мне нужно было, конечно, подключиться, послушать лекцию, у меня все в остальное время было три прям выходных, и я мог, к слову, о работе, да, насколько можно совмещать, я мог совмещать это спокойно. Вот так. Вот, но действительно нагрузка бывает ненормированной, потому что сейчас уже к концу четвертого курса, вот, к третьему модулю, когда нужно задавать и введение к диплому, и research proposal, и закрывать шесть предметов на сессии, сдавать последние языковые экзамены. Конечно, сейчас, даже если пар уже нет, даже если они уже закончились, по факту, подготовка к экзаменам идет полным ходом. Вот так. Так, спасибо. Давайте пойдем дальше на следующий вопрос. Вопрос, возможно ли перейти с одного факультета на другой уже в процессе обучения в ШЕ? Да, возможно. Это может быть немного трудно, если вы учитесь, например, на бюджете, потому что нужно мониторить, освободились ли бюджетные места на той программе, на которую вы хотите перевестись. Вот, если вы хотите именно на бюджет перевестись. На платную основу, на коммерцию перевестись в этом смысле гораздо проще. И если вы, например, находитесь на скидке, на платной основе учитесь, то при переводе на другую программу ваша скидка, насколько я знаю, теряется, и вам просто нужно будет, ну, хорошо сдать сессию, войти вверх рейтинга, чтобы снова скидку заработать в дальнейшем. Вот, тут может кто-нибудь чекать и дополнить. Да, давай, конечно. У меня сейчас слышно? Да, слышно. Если вы переводите с похожих факультетов, по типу с международного отношения на постаковительные, где не такая большая академическая разница, то вам будет прийти следующее. Если вы хотите перевестись на то же самое поэнтологию, то будет учесть, что девочки не дали перевестись на поэнтологию, потому что большая академическая разница. И в данном случае, если вы на первом курсе переводите, то лучше-то поступать, чтобы не терять те полгода, например, которые уже прошли, потому что потом вам будет сложнее закрывать предметы, которые будут получились во втором модуле, которые будут сдаваться на весенние либо летние сессии. Поэтому если вы решили перевести с первым курсом, то лучше просто перепустить. Ну да. Потому что так или иначе вы прекращаете год. Просто вам будет сложнее. Если вы переводите на втором курсе, то здесь очень сложнее, потому что очень большая конечная разница, что в первом курсе переводите, то есть здесь нужно сразу выбрать программы, которые вам максимально подходят, которые максимально совпадают по полу предметов, которые вам изучают. И в первый модуль, в первые, у кого два модуля, то есть эффекция, потому что в этот период проходят общие вышкинские дисциплины, просто легче назначить. Если вы делаете 5-4-й годы, то там уже идет приходится с специализацией. И не считайте, что субтитры совпадают, что куда-нибудь субтитры на той программе, что там же перевести. Ну да, то есть действительно перевестись реальнее всего на первом курсе после зимней сессии. Потому что потом действительно уже будет очень большая разница в изучаемых дисциплинах, и перезачесть будет их действительно труднее. Так, давайте пока пойдем дальше. Ну, я бы не так пессимистично, да, буквально секунду. Вот однокурсница Кати и Тима в прошлом году спокойно поступила, ну, не то чтобы очень спокойно, было ей тяжело, однозначно, да, сдавать какие-то экзамены, но спокойно перепоступила на экономику. Вот, причем она перевелась с середины второго курса сразу на середину первого. Да, правильно же, я понимаю. Ну, что, на самом деле, там программа просто была, она изначально с фиросом по экономике в сентябре, но не было легче в этом плане. Ну, такие кейсы, это надо просто прям долгить, долгить, чем научиться, потому что эти кейсы выращивают довольно редко. И чаще всего то, например, подкачь в рамках, которые уже начнутся, в отношениях не поведены. Мировая экономика просто экономика. То есть, вот эти рекламы, там легче как-то сделать. Да, хорошо, давайте пока пойдем дальше тогда. Какие экзамены, какой экзамен по выбору вы сдавали на ЕГЭ и по каким предметам писали олимпиады? Ну, как уже было сказано, экзамены по выбору, которые мы должны сдать, ну, кроме русского, да, это иностранный язык, это история и на выбор общество знания или география. Ну, вот этот выбор вводится с этого года. Мы же сдавали иностранный язык, историю и общество знания. Обязательно. Вот, мы поступаем по четырьм предметам. Вот, ну, соответственно, я сейчас про себя сначала расскажу. Я по всем вот этим предметам олимпиады и писал. Вот, несколько олимпиад я взял по обществу знанию, несколько олимпиад я взял по истории. В конце концов, по одной из олимпиад по истории, а именно по олимпиаде от СПБГУ, я и поступил без вступительных экзаменов сюда. Вот, то есть, если вы сейчас в 10 классе и у вас стоит вопрос писать олимпиады или нет на будущий год, обязательно писать по всем предметам, потому что это помимо того, что вы можете себе дополнительные баллы заработать, просто вам помогает еще и к ЕГЭ тоже подготавливаться. Вот. Так, ребят, если у вас что-то добавить, можете рассказать про свои олимпиады тоже. Я могу сказать, на самом деле, что наш опыт все, к сожалению, не особо развивается, потому что мы с ним покупали два года на 19-м году, это вообще был совершенно дикий, уникальный воздух на шкатах, и потом просто существенно сократили те олимпиады, и отдают в бюлере. Поэтому в данном случае ориентироваться, допустим, на текущих 40-х, а теперь так не стоит, а по первому курсу мы будем сказать, что ребят сейчас поступали по высшей пробке. Потому что вот если вы думаете о том, как бы, берите лучше высший пробку, потому что это олимпиады и в том, как, в русской бюджке. И она на самом деле не такая уж сложная, если решить, что он нереально. Так, Катя, они тоже опять немного плохо слышны. Знаете, у меня беда все слышно. Да. Ну, я могу повторить немного мысль Кати, то, что немножко, да, действительно ужесточили поступление, ну, БВИ по некоторым олимпиадам. То есть раньше можно было получить диплом второй степени, то есть стать призером олимпиады первой степени и вас зачислили БВИ, то с этого года призерам не дают БВИ, дают только ну, 100 баллов округляют. То есть в этом году обязательно надо быть победителем перечневой олимпиады, вот, из тех перечисленных, чтобы вам дали БВИ. Вот, то есть такая особенность есть. Лиза, Леша, у вас какие-нибудь истории есть про олимпиады свои? Я могу добавить, да, я писала еще олимпиады «История мировых цивилизаций», это как раз-таки всемирная история от вышки тоже олимпиады, она дает 100 баллов за ЕГЭ и КВИ на Востоковедине, насколько я знаю, вот. Еще от Ломоносова я писала олимпиаде как раз-таки связанная с историей, это обычная история, история государственности и международные отношения, вот, но обращайте внимание, что КВИ на международные отношения к нам выдается именно по истории, не истории государственности, не история мирных цивилизаций, а обычная, ну, как бы, российская история классическая. Остальные олимпиады отдают вам только 100 баллов, не БВИ, на это обращайте внимания. Ну, как раз-таки, вот, что уже сказали, СПБГ, олимпиады БВИ дает, и если про 100 баллов мы говорим, то можно писать олимпиады, допустим, Утренхикса, Покори Воробьевы горы, Толстовская олимпиада, вот что-то такое было, насколько я помню. Ну да, то есть там список олимпиад, которые дают 100 баллов, их достаточно много, это нужно просто, я сейчас пока будем отвечать на другой вопрос, поищу сайт, где написано, какие в этом году наша программа олимпиады принимает. Так, меня плохо слышно или кого? Ребята, мне нормально. тебя хорошо слышно. Хорошо. Вот, я найду сейчас этот сайт и скину его в чат, и вы сможете там уже почитать про олимпиады поконкретнее. Давайте тогда пойдем пока дальше. Вопрос. В лице я на востоковедении учу китайский, если на факультете продолжающие группы изучения китайского. Насколько я знаю, у нас все первые языки, они изучаются с нуля. Вот, английский мы учим с продолжающего уровня, а вот все остальные языки, которые мы выбираем в начале года, они все изучаются с нуля. Вот, возможно, ну, есть такая у нас программа вышка. Давай, да, добавь. Смотрите, на нашем проекте я не выбираю чем-то алимпиады, потому что все языки не изучаются с нуля и нет вложениях. Но на высокомедении можно только китайский, но и не запомнили. Так, китайский, если вы выходите в Востоковедении, то просто нужно найти небольшое, что мы не хочем делать, это удел. Если вы на уходе, то вам считается жестким китайским. Но, наверное, поддерживали, ну да, то есть на Востоковедении, но это уже другая программа, вот там есть такая возможность, у нас такой возможности нет. Так, скажите, пожалуйста, о конкурсе для поступления на военную кафедру, например, последних лет. Ну, я не на военной кафедре, вот, я туда не поступал, я могу судить только из рассказов своих однокурсников, например, и просто из общей информации. Я уже рассказал в начале, да, что в конце первого курса вы сдаете нормативы, это бег на короткую дистанцию 100 метров, бег на длинную дистанцию 2 километра и подтягивания. Также вы должны пройти медкомиссию в своем военкомате, предоставить справку, и вот на основе, и как бы формируется конкурс, и на основе вот этих ваших нормативов, ваших результатов этих трех нормативов ну, ранжируется список, кто лучше, кто хуже, и зачисляет тех, кто находится в вышву. То есть это как поступление в УЗПО ЕГЭ, только это вот поступление на военную кафедру по трем нормативам. Вот. Вот нормативы, они в первую очередь учитываются. Два года обучения на сержанта, три года обучения на офицера. Вот. Если что-то еще хотите поподробнее узнать, напишите, я потом отвечу дополнительно. Так. Какой у нас еще тут есть вопрос? На все ли направления перечня Олимпиады действует только год? Что вы подразумеваете под словом на все направления, не совсем понятно. Если мы говорим про международные отношения, то на международные отношения перечня Олимпиады действует только за 11 класс. Поэтому, да, действительно, только год. Но если вы, например, я так понимаю, поступаете через год, и у вас Олимпиада перечня за 11 класс, то она будет релевантна. Вот. То есть тут смысл в том, что вы должны выиграть эту перечню Олимпиаду именно в 11 классе. Вот. Именно это, что касается нашей программы. Как на других программах в высшей школе экономики, я не совсем знаю. Вот. Может, ребята знают, но у меня таких сведений нет. Вот. Хорошо, давайте пойдем дальше. Действительность результатов Олимпиады именно два года вроде бы. Но условно, если вы сейчас в 10 классе или идете в 10 класс, вы можете зарегистрироваться и написать за 11 класс, тогда ваша Олимпиада, ну, результат этот длится два года, и условно, если вы в Виталии уже пробу в 10 классе, в 11 класс, вы можете в 11 ее не писать и поступить по результатам как раз в 10 классе. Но обязательно регистрируйтесь тогда за 11 класс. Ну, это, конечно, схема сложнее, но она работает в том числе. Да, я вот такое, кстати, не слышал. Да, 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 такое бывает. Интересно. Хорошо. Базовую математику на ЕГЭ надо сдавать? Ну, насколько я знаю, базовая математика является обязательным предметом на ЕГЭ, поэтому, конечно, ее надо сдавать, но она не учитывается при поступлении. Вот. Так, идем дальше. Все. И остальные комментарии про то, что Катя плохо слышна. Да, но она просто сейчас находится вообще в другом городе. Она улетела там проводить навигатор поступления. Вот. Находится там где-то на мероприятии, поэтому у нее просто возможности нет другой отвечать. Если что-то вам было непонятно из-за того, что говорила Катя, можете еще раз спросить. Я слушал ее очень внимательно, и я потом старался ее мысли просто повторять, чтобы вам было понятно. Вот. Если, ребят, у вас еще есть какие-то вопросы, задавайте. Если вам казалось, что мы неполно ответили на какой-то вопрос, можете его повторить. мы обязательно все дополним. Давайте мы пока подождем, потому что пока нового вопроса в чате я не вижу. Давайте мы еще подождем пару минут. Если появится нового вопроса, мы ответим. Если нет, то будем потихонечку завершать. Так, возможно, вы знаете, когда будут неоткрытые двери в офлайне по вашему направлению. Это вот у нас этим занимается традиционно Катя. Я надеюсь, сейчас ее будет слышно. Я тоже надеюсь, что меня слышно, я сейчас лучше слышу. Ну, уже лучше, да. Давай, вот расскажи. Ушла, если что, у меня с чего-то у дома. Вот, по поводу неоткрытых дверей. Мы стараемся по возможности сделать так, чтобы у нас не такие проводились. И недавно был на покровке, все вышли в такие деньги. Вот, на факультете пока что только мировая экономика будет. Вот, но есть все предпосылки к тому, что нам же на отношениях тоже будут. И помимо этого, даже если будут все остальные неоткрытые двери онлайн, то будут потом экскурсии, будут потом очные консультации, которые мы проводим традиционно где-нибудь в конце мая, в начале июня и всю приемную комиссию, то есть весь июль и август до момента зачисления. Поэтому подписывайтесь на группу абитуриентов, вот, потому что все анонсы очных онлайн неоткутурей, они будут публиковаться именно там. И если будут также еще образовательные выставки по типу той, на которой сейчас нахожусь я, в Москве такие бывают, то тоже приходите, все анонсы, где наш факультет и наши программы участвуют, мы будем публиковать тоже в группе абитуриентов. Так, спасибо. Так, отлично, вот появились вопросы, супер. Какую подработку можно найти на первом курсе? Так, ну я могу про себя рассказать, например, я работал на первом курсе в онлайн-школе по разным языкам, вот, я был куратором, то есть это работа онлайн, она не слишком сложная, ну, конечно, тоже нагрузки бывали по ней тоже довольно большие, но при этом удобство основное в том, что это все-таки работа онлайн, и там нет какого-то конкретного расписания, когда ты точно должен эту работу делать. Вот, ты просто в свое удобное время проверяешь домашки, в свое удобное время общаешься со своими учениками, вот, проводишь какие-то дополнительные консультации и так далее. Вот, в этом смысле такая работа действительно очень удобна. А если вот говорить про первый курс, то я действительно буду советовать какую-то искать работу онлайн, либо вот подобной онлайн-школе, либо, может быть, каким-нибудь менеджером по продажам онлайн, вот, то есть что-то такое онлайновое. Вот, может, у ребят тоже какие-нибудь есть советы, но вот, то, что я могу по этому вопросу сказать. Я могу про себя тоже рассказать, я пишу рефераты своим одногруппникам за деньги. Это, ну, не то чтобы официальная легальная работа, но достаточно прибыльная. Вот, и если вы считаете, что вы хорошо разбираетесь, ну, в той же истории, например, то все двери для вас открыты, и одногруппники тоже. Ну, да, есть такое, конечно, тоже встречается. Так, хорошо. Можно ли поменять изучаемый язык в процессе обучения? Ну, на первом курсе точно можно было. В ближайшие там, ну, точнее, в самом начале года, Леша, может... В течение двух недель разрешают. Да, в течение двух недель. Может, ты тоже тут поподробнее расскажешь, если знаешь. Я расскажу, случаи бывают действительно самые разные, да, можно и позже это поменять, но, опять же, это будет не очень легально, и вам просто, вам пойдут навстречу. Я вот так это могу сказать, да, действительно, если вы поняли, там, походили месяц, поняли, что арабский при всем желании освоить невозможно, а действительно, первый год самый тяжелый в арабском, потом уже более-менее ничего, вот, а снова действительно освоить тяжело, то вам могут пойти навстречу, самый поздний случай, который я слышал, что человек менял язык, это середина второго курса, вот, однако, здесь следует, ну, как бы, это нельзя просто прийти и сказать, все, я больше не хочу учиться на этом языке, поменяйте меня, я имею право. Нет, не имейте. Вам просто могут пойти навстречу, если вы очень того хотите, более того, нужно сделать, там, ряд действий, скорее всего, нужно будет пройти экзамен по этому языку, то есть, предварительные знания какие-то надо уже иметь, либо, если вы приводите в середине года, либо вам могут назначить индивидуальный учебный план, но это будет примерно означать, что, ну, там, за несколькими исключениями, если вы, например, не бюджетите, то вам, скорее всего, придет заплатить за то, чтобы этот курс вам назначили учебный план, и вы его проходили. Вот так. по языкам. Но в этом смысле, действительно, это все возможно, да, зависит от вашего желания. Как тяжело вздохнул. Это, я знаю, кто менял язык, это тяжелый процесс. Ну, да, это правда. Резко, помимо своих экзаменов по языкам, сдать еще какой-то, да, а еще вдруг нужно все время посвятить тому, что вот ты хотел с французского на немецкий, а по немецкому ты не бум-бум, и что тебе делать, да, тебе нужно резко выучить там, ну, или у тебя хотя бы школьная база была, захотел упростить себе жизнь. Такие тоже бывают, ну, как бы варианты, стратегии, да. Давайте я добавлю, я просто на детку применяла язык, по-моему, три раза, тоже на втором курсе, но это тот случай, когда... Меня слышно? Да. Отлично. У меня просто уже наушники устали. Вот, но это тот случай, когда, как Леша сказала, пошли на встречу, потому что на самом деле не рекомендуется прыгать вот так вот по языкам, и если вы не уверены, то просто перед началом обучения две недельки в августе потратим то, чтобы просто посмотреть грамматику, чтобы что-то послушать, а почитать, спросить у тех, кто уже учит язык, опять же, у кураторов, вот, чтобы потом не бегать по учебке, потому что на самом деле не очень любят, когда меняют языки, потому что преподаватели уже начинают работать в группы и начинают закладываться основы. И когда человек приходит, допустим, спустя два месяца после начала изучения немецкого на французский, то, конечно, преподавателям надо будет с ним заново работать, ставить всю фонетику, это очень редкоемкий процесс. Поэтому лучше здесь вот не делать так. И я могу ответить сразу на следующий вопрос, там я вижу от Владимира по поводу Воронова и мероприятий. Да, давай. Да, такие мероприятия проводятся, чаще всего проводятся в партнерстве со школами, у которых, несовершенно, с вышкой есть договоренности. Вот, есть связные мероприятия Воронова для лицеистов, есть специальные вообще факультетские деньги, такие мероприятия проводятся. Вот, но, возможно, мы факультетом сделаем какую-нибудь игру, сейчас разрабатываются наши собственные игры для абитуриентов, для школьников. Вот, но пока что гарантировать не можем. Так же, если такие мероприятия будут проводиться, мы все это анонсируем в нашей группе. Но пока что вот мы работаем в формате онлайн-нет-турей. И я сразу отвечу про историю. Все эти предметы, которые вы увидели в презентации, все эти предметы, которые я дозначу на сайте, нужно сдавать. И историю, я считаю, что знали либо географию, и иностранный язык, русский язык. Без истории на международное отношение поступать на самом деле смысла нет, потому что ее очень много. И если вы не знаете историю, вам будет очень тяжело. Поэтому это вот та база, которая должна быть у всех. Поэтому ориентируйтесь на то, что указано на сайте программы первого. Нет, на самом деле есть исключения, когда историю действительно можно не сдавать. Это если вы поступаете по Всероссийской олимпиаде школьников, например, по обществознанию или по географии, вот в таком случае вы можете сдавать эти предметы, ну, точнее, историю. Или если вы поступаете БВИ по обществознанию, например, вот, тогда вам достаточно будет сдать обществознание на 75 баллов и выше, а вот историю можно будет не сдавать. У нас в мой год были ребята, которые, например, не сдавали, ну, которые поступали БВИ по олимпиаде и не сдавали, например, английский. Вот так, то есть так действительно можно сделать, но Катя верно заметила, у нас очень много истории, да, и без знания истории, просто без базового понимания, как историю изучать, да, без каких-то основных исторических процессов, тут действительно будет тяжело, особенно там на первом, втором курсе, это будет правда очень нелегко. У нас как раз я добавлю девочку, про которую рассказывала Леша, которая перевелась на экономику и статистику с нашей направления, очень такой необычный свитч, она как раз таки не сдавала историю и не очень хорошо ее знала, ей было очень тяжело, и буквально человек из-за этого возненавидел всю программу, и поэтому в избежание таких случаев лучше заранее смотреть все учебные планы, заранее ознакомиться с сайтом программы, читать, спрашивать украторов, да, там читать нашу группу, ни в коем случае я не говорю, вот, и в целом внимательно слушать то, что вам говорят на некоторых сутерей, потому что мы делаем максимально все, чтобы вы потом не пришли и не сказали, боже, куда я поступил, потому что такие случаи тоже бывают, и просто вот сейчас мы особенно усиленно работаем на централии, чтобы у дуриента, ну, был меньше процент тех, кто ничего не знает о программе, и потом из-за этого буквально ненавидит факультет и руководство просто потому, что вовремя не прочитал ничего, никакую информацию, поэтому такие дела. Да, ну вот, то есть девочка, да, наша однокурсница, бывшая, про которую сказала Катя, действительно, она поступила на программу по Всероссийской Олимпиаде по обществознанию, вот, она стала победителем по обществознанию, и поэтому историю не сдавала, вот, то есть все-таки такие пути, входные, они как бы есть, а так, если вы поступаете по ЕГЭ или на коммерцию, то историю, конечно, сдавать обязательно. Так, где планируете проходить стажировку? Вот, ну, давайте тоже этот вопрос отрисуем уже Леша как четверокурснику. Так, давайте, смотри, давайте, вот, Мария, что вы имеете, так, нет, Александр, что вы имеете в виду под словом стажировку? Потому что, действительно, максимально широкое слово, смотрите, стажировка, есть вот практика производственная, она на четвертом курсе проводится, я сейчас найду ссылку на такое место, где я буду проходить практику как раз в апреле, вот сразу скину, на самом деле, ну, просто, что бывает, да, в этот центр анализа стратегии технологии, где я покажу практику, я в апреле, и еще меня взяли на май и июль на три месяца, чтобы я чему-нибудь еще научился, но вот, тем не менее, это такой военный, олимпийский центр по вопросам безопасности, да, по вопросам экспорта вооружения, сейчас это тоже актуально достаточно, и можно чему-нибудь научиться. Вот, это если стажировку, под словом стажировка, понимать производственную практику, где я прохожу, да, перед дипломом, куда-то я иду, можно понимать стажировку как конкретно стажировка в какой-нибудь компании, там, от программы, такого, как правило, нет, такого, чтобы вот там программа вас направила, сейчас вот вам всем рекомендуем, или там все обязательно должны пройти, однако на почту постоянно приходят там какие-нибудь рекламы, вот есть стажировка в корпоративном университете Сбербанка, в Ленте.ру, в инфоцентре ООН, да, в какой-нибудь Вышкинской лаборатории и нашей факультетской, в том числе, вот этот Центр комплексных европейских международных исследований, очень многие ребята, вот, например, Катин и Демин, это курсник Никита, да, он сейчас уже не просто стажер-исследователь, да, полноценный аналитик в этом центре. Вот, это если понимать стажировку как вот такую, да, как что-то, что предлагает Вышка и программа, да, где-нибудь пройти в компанию. А третье, третье значение слова стажировка, это, я так понимаю, это академическая мобильность. Вот, сейчас сложно сказать, действительно, по тому, насколько она будет, насколько она популярна сейчас, сейчас вот здесь, например, останавливают сотрудничество некоторые, но, тем не менее, не закрывают, потому что, ну, как бы непонятно, что будет дальше. Мне кажется, что все это еще вернется. Но, тем не менее, вот смотрите, академическая мобильность, это у нас конкурс, который проходит, по-моему, два раза в год, что-то осенью, что-то весной, вот 10 марта был как раз 10 дней назад дедлайн по подаче документов в этом семестре, но на следующий уже семестр, то есть с сентября или там, ну, с октября, как где учебный год начинается в зарубежных вузах, да, вы отправляетесь на разные программы, есть там короткие месячные, есть большие, модульные, семестровые или даже годовые программы, вот, тогда вы можете поехать на целый, вплоть до, вплоть до целого года, вы можете поехать в зарубежный вуз и проходить там его программу, вот, программу по смежной, разумеется, специальности. Вот у меня ездила моя знакомая, ездила в Японию на целый год, вот как студентка востоковедения, она ездила туда. Моя однокрупница по немецкому ездила в университет в Карлсруе и провела там месяц весь, не месяц, а весь второй семестр третьего курса, то есть полгода. Вот, она там проходила программу по международным отношениям, у нее были там свои дисциплины и потом ей уже, когда она возвращалась в Россию, ей, она проходила перезачет, то есть ей там дисциплины, которые она проходила, зачитали как дисциплины, которые она проходила в вышке, в том числе, то есть с дипломом в этом отношении проблем больших у нее не было. Ну, как бы, какие проблемы могут быть, это возможность, которую вам предоставляют. Таких вузов, как правило, очень много. Вот, при этом подаваться можно не только от студентов, программы или факультета, да, предложение распространяется на все вузы, которые там, с которыми вышка заключает договор, но и с программами тоже в частности. Вот так. Про таких три стажировки я вам объясняю, такое интересное понятие. Спасибо. Да, опять большое спасибо, Леша, за такой развернутый ответ. Я единственное, что могу снова добавить, то, что вот действительно нам очень часто приходит информация о новых стажировках и на почту, и также недавно у нас сделали прям целый телеграм-канал, куда ребята совместно с нашим академическим руководителем, Анастасии Сергеевны, которую вы сегодня видели, они собирают стажировки и публикуют их там, рассказывают. У нас вот свой такой телеграм-канал для международников специально сделан. Есть. Так, хорошо. Ребята, давайте, если у вас еще какие-то вопросы, задавайте, потому что пока новых вопросов я не вижу. Я могу пока пояснить, что я скинул в чат. Я там обещал скинуть ссылку про Олимпиады. Вот я скинул. Вы на нее можете зайти и там долистать до направления подготовки «Международные отношения». Нажимаете туда и у вас открывается PDF-файл и там расписаны все Олимпиады, которые наша программа принимает в этом году. Какие льготы она дает БВИ или 100 баллов. Вот. То есть там все подробно. Заходите по этому сайту и ищите «Международные отношения», открывайте PDF. Ну и, собственно, подписывайтесь на наши две группы. Да. Группа абитуриентов и группу нашей программы «Международные отношения». Будем всех там ждать. У нас там очень крутые посты, очень интересные. Подписывайтесь. Так, ребят, ну что, будут ли еще какие-нибудь вопросы? Давайте подождем пару минут и тогда уже будем заканчивать, если вопросов не будет. Да, я добавлю к Тиме, что если будут какие-то вопросы, то в контактах той группы, которую мы вам скинули, в контактах, в принципе, любой группы, либо программы, либо группы Тепетриентов, показаны контакты непосредственно меня, Тимы, Анны Владимировны, Жихаревой, которая является совместителем декана по работе с Витрином, которая летом, вполне вероятно, будет вам звонить вместе со мной и спрашивать, будете ли вы к нам поступать. Поэтому, если у вас какие-то вопросы будут уже после дня Витрином, то вы можете писать на почту и их задавать. Мы постараемся оперативно вам ответить. И 10 апреля тоже будет День Витрином, и наши программы тоже онлайн. Поэтому, если какие-то вопросы останутся, заново дохватить презентацию и что-то еще, то тоже приходите, мы будем рады вас видеть. Да, если у вас вообще, в принципе, какие-то вопросы будут появляться, вы можете найти Катю в группе абитуриентов, меня в группе международных отношений. И, ну, поскольку мы эти группы ведем, администрируем, можете нам писать в личные сообщения или в сообщения группы по любым вопросам, которые будут у вас появляться. Мы с радостью на них ответим. А еще можно воспользоваться поиском по группе, пусть не группы, потому что мы еще много полезных постов про скидки. И эти посты актуальны, потому что, в принципе, база информации вся осталась неизменной. Да, да. можно все это предпочитать. Да, я думаю, что, в принципе, вопросов еще больше нет. Ну, в принципе, да, ребята, уже все. Можем завершаться. Да, я думаю, что можем заканчивать. Опять же, подписывайтесь на группу. Подписывайтесь, подписывайтесь обязательно. Все, да. Спасибо вам, что пришли. Ждем вас летом на экскурсиях. Все.